ТОПИС 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 За шахматную доску? Да, да, то есть эти сказки можно найти собирателем таких сказок. Тимофей Алексеевич Молданов был, и в его сборниках сказок можно найти информацию о Топис. Анатолий Васильевич, простите, насколько мне известно, география Топис, она тоже обширна. Где первые упоминания об этой игре появились? В каких исторических источниках? Ну, это вроде как передали в Юган-Васюгане. Васюган, это Томская область. Это наши соседи. Передали в 1885 году. То есть кому-то из историков. Да, дело в том, что... Можно я это продолжу? Дело в том, что в Томске хранятся настоящие фигурки игры в Топис. И они нам прислали фотографии. Анатолий Васильевич создал реплики этих фигурок. И впервые информация об этой игре появилась в 1837 году. Можно эту информацию найти в материалах путешественника, доцента Тартусского университета Александра Шеренко. Вот он как раз был первым таким вот... Если у кого-то из вас, дорогие друзья, имеются такие шахматы, или вы знаете правила, потому что это не одна игра, их существует несколько разновидностей. И вы можете обратиться в Кружной дом народного творчества и поделиться своими сведениями. И за это вам будет не просто счастье, но еще и какой-нибудь подарок. Ну а теперь давайте о шахматах. В чем их отличие, Анатолий Васильевич, от классических шахматов? Ну тут как бы своеобразная доска у каждой игры. Принцип шахматной доски, но количество клеток, если 64 в классике, то здесь варьируется? Да. Есть 48. Это один из шести вариантов. Всего шесть из известных, да? Шесть на восемь клеток. Есть девять на десять клеток. Там больше фигур. Но в основном идут фигурки по пять фигурок. По пять фигурок. Да. Это самое меньшее. Вот по каждой... Звери, лоси, тут у меня как собольки, колонки, птицы и кресты. А вот суть вот этих фигурок, значение каково их? Ну, значение в одной игре... Ну, по крайней мере, вот то, что вам известно. В одной вот вроде как... Кресты вроде как охотники. А, вот так. Да. И они должны как бы между собой... Ну, кто больше возьмет зверей? Ну, как это обычно? Принцип охоты. Да, охотничьи традиции в основе этой игры. Но траектории-то тоже уже заданы заранее условиями игры, да? Конечно. Потому что я смотрю, нет ни букв, ни цифр на доске. Нет, нет ничего, да. Самое главное, вот охотничьи традиции, здесь нужно, в общем-то, поймать как можно больше животных, загнать их в угол. Но если в классике, опять же, черные и белые, то здесь они белые и в исторические тоже существовали? Да, да. Просто здесь, получается, охотники, они, возможно, двух видов охотники. Вот посмотрите, если на фигурки посмотрим. Они разные. То есть, это одни противники, это другие, и, в общем-то, это звери и птицы, которые необходимо поймать. Абсолютно. И из какого материала вы изготовили? Это с лосиного рога, потому что на фотографии там тоже заметно, что они были изготовлены с лосиного рога. Вот видите, вот эта вот часть. Там же на фотографии тоже, вот на лосе, подставка широкая, и видно, что вот эти. Какой интерес вызвала эта игра на мастер-классе у начинающих шахматистов? Это мастер-класс прошел в конце прошлого года, да? Да. У нас в декабре был мастер-класс, мы приглашали тренера Егорской шахматной академии и его воспитанников. И вы знаете, дети... Ребята предложили свои вариации игры? Нет, мы приложили свой вариант, но вы знаете, какой интерес был. То есть мы, наверное, несколько часов играли они, и, в общем-то, их очень сложно было от нас вытащить. Они... Остановить. Да, они каждый поиграл несколько раз. То есть настолько они прям были заинтересованы. Когда состоится следующий мастер-класс? Вот я уверен, что сейчас наверняка поклонники шахмат классических подумали, интересная игра, а почему бы и не попробовать себя в этой игре? Вы знаете... Планируете в 2020 году проводить мастер-классы подобные? Конечно, мы хотим провести и мастер-классы, возможно, даже это будет семинар. Ну и турнир хотели бы провести. По шахматам, традиционным шахматам топис. Большое спасибо, что пришли к нам в программу. Поздравляем вас со всеми прошедшими и предстоящими праздниками, и желаем хорошего дня. Спасибо. Спасибо.